приветствую вас на канале red cat сегодня мы будем делать с вами тест авиации и первый у нас вертолет самый обычный полицейский мы посмотрим максимальную скорость это у нас 101 101 миль в час и так понимаю и ребята будем вот до этого столбика ехать так должны врезаться ну давай давай да есть итак ребята эту дистанцию пролетели за 22 секунды и максималка была 101 километр но не километр там миль в час и теперь летим на кукурузники тоже у него нету скорости то есть мы не можем узнать какая у него скорость я не знаю почему не добавили как и для истребителя у кукурузника нету шкалы скорости но у нас есть таймер так что мы по таймеру сможем понять насколько быстро он летит и он должен тоже в эту ветровую мельницу врезаться поэтому сейчас мы узнаем насколько быстро он пролетел по таймингу вы уже видите что он медленнее пролетел чем вертолет и так вырезаемся 34 секунды против 22 секунд у вертолета очень очень слабо очень медленно летит но теперь смотрим вот этот наш компактный вертолетик насколько он будет быстрее полицейского или медленнее сейчас мы все узнаем так ну по максималке я смотрю что у нас она больше а это значит что мы уже будем быстрее 108 миль в час по сравнению с нашим вертолетом поэтому этот вертолетик у нас летит быстрее так и есть на одну секунду быстрее пролетел эту дистанцию это не сильно прям чтобы очень быстро и весело но в любом случае мы теперь будем знать и этот результат ну что ребят сегодня мы посмотрим абсолютно все летающие транспортные средства джейлбрейки может когда-то дойдет время и до автомобилей и ложка ребята очень интересно кстати обратите внимание что у нло точно такая же максималка как и у вертолета но у н ложки лучше разгон поэтому за счет этого она летает быстрее это было для меня довольно таки интересное открытие и вот сейчас вы увидите 21 08 против 22 секунд которые были у вертолета и все бога благодаря тому что лучше разгон поэтому все таки круто что есть таймер и таймер показывает нам все таки вот такие вот нюансы где лучше разгон и так далее армейский вертолет он оказался быстрее чем обычные все вертолеты и вот 130 миль в час это очень хороший показатель 17 секунд 17 секунд это просто ребята рекорд на данный момент но мы еще посмотрели не все варианты того что может летать в джейлбрейке ну что ж ребята сейчас мы будем дрон тестировать ну а вы если вы считаете что видео интересное обязательно поставьте лайк под этим видосиком чтобы как можно больше людей его посмотрело ютюбчик будет помогать распространять это видео и сейчас ребята мы летим на дроне 140 километров в час он быстрее армейского вертолета и мы получаем 17 08 я всегда хотел узнать кто же быстрее дрон либо же вертолет и все-таки видите по максималке мы видим что это все-таки был дрон теперь ребятка цезарь или как он называется этот у нас автомобиль так 114 у него максималка ребята не очень быстро у нас но кстати дрон не намного быстрее чем армейский вертолет поэтому суммарно можно сказать они одинаковы так 20 28 114 мин час неплохо а сейчас ребята как я называю это летающий туалет будем смотреть насколько быстро долетит это чудо инженерной техники гений инженерной техники так главное меня еще попасть потому что управление на нем просто ужаснейшая непонятно всех куда он летит в какую сторону он полетит потому что не видно направление его движения так ну что 89 километров миль в час и 25 секунд ему понадобилось чтобы пролететь дистанцию ну понятно я ребята даже решил протестить вот этот вот самолет грузовой так что мы сейчас приблизительно узнаем за сколько он проедет данную дистанцию да он стартовал чуть-чуть дальше чем все самолетики я в принципе все самолеты центрирую по вот этому лайнеру который у нас появился и поэтому наш самолет немножко дальше ты ну вот приблизительно где-то здесь уже мы пролетели пускай это будут 35 секунд что сейчас делают аутсайдером именно этот самолет в игре на канал мой подпишись лайк поставь мне не скупись ну что ж ребята мы сейчас увидели наш один из самых скажем так слабеньких и медленных самолетов а сейчас испытаем самый быстрый самолет реактивный самолет и самолет круизный который в котором вы можете за 5000 покататься посмотрим кто из них будет быстрее я надеюсь что я смогу на равных лететь с этим самолетиком что он не исчезнет и так все он уже закрыл начал будут подниматься я лечу и давайте кто быстрее так 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 пока его нету а подожди не уже обогнал да какой шустрый ну что я хочу сказать это было ожидаемо то есть самый быстрый у нас этот все таки тот реактивный самолет который летает за 5000 и в принципе вы можете видеть что сейчас он уже будет взлетать с аэропорта это говорит о том что он он ведь только что взлетел о том что он уже приземлился потому что как только он приземляется вылетает самолет который стоит в аэродроме поэтому ну тут все понятно наш истребитель пришел только вторым и с большим скажем так опозданием бэмс ну тут уже не столь важно насколько быстрее или медленнее был наш истребитель но в любом случае мы еще посмотрим насколько быстро наш истребитель будет дальше итак ребят сейчас мы будем использовать супер супер пупер быстрый вид транспорта да вот такой вот ну что полетели так ребят я заправил его за робокс и надеюсь что этого хватит чтобы долететь до летим мы конечно шикарно не быстро до этого 35 секунд понадобилось нашему грузовому самолет интересно сколько jetpack сможет что ребят на я по моему не долечу не смогу долететь 22 22 я так повыше хочу взлететь чтобы если что хотят на парашюте уже долететь но за 35 секунд мы не долетим я уже вижу значит вот это вот у нас и будет самый медленный транспорт летающий в игре jailbreak ну вот смотрите 40 вот уже 40 секунд ну там может быть где-то 1245 ну где-то грубо говоря 50 секунд мне понадобится если бы было у меня полный баг так сказать чтобы долететь но вы видите немножко дольше из-за того что я летел на парашюте 56 секунд ну тоже результат тоже можем его засчитать ну и напоследок ребят давайте все-таки посмотрим как истребитель пролетит нашу дистанцию так вот с носом я уже поравнялся можно взлетать однозначно это будет самый быстрый способ я думаю тут ни у кого сомнений нету но тем не менее нужно узнать его реальное время так главное попасть еще в этот столбик и так это и это почти 16 секунд ребята ну что ж это конечно самый быстрый транспорт из тех которыми мы можем руководить в этой игре но давайте попробуем хотя бы приблизительно замерить какая скорость будет у нашего реактивного лайнера понятно что это будет больше поясняться что-то быстрее но по крайней мере хотя бы немножечко хотя приблизительно так он немножко отклонился от нашего маршрута но где-то 9 секунд и 20 ну 9 и 2 может больше ну короче от 9 до 10 секунд понадобилось нашему лайнеру чтобы долететь до нашей точки отчета ну что ребят вы теперь знаете что самый быстрый это у нас истребитель на втором месте дрон ну а потом боевой вертолет на этом мне пока все спасибо что смотрели не забываем ставить лайки пока